Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь, наверное, хотелось бы уточнить, каким образом у вашей коллеги появился доступ к взаимодействию с вашими родителями. Вот. То есть, каким образом? Каким образом? Каким образом, ну, как бы, родители. Вот. Ну, взаимодействуют с коллегой. Вот. Это первое, на что, мне кажется, нужно обратить внимание. Второе, на что, мне кажется, нужно обратить внимание, это на то, что по факту, по факту, на клевету, как мне кажется, вы уже как-то реагируете. Вот. Другой вопрос. И другое дело, что вы, может быть, этого не признаёте? Или, может быть, считаете, что реагировать нужно как-то ещё? Вот. Ну, по сути, вы уже как-то реагируете, вам уже, условно говоря, это неприятно, вам уже, условно говоря, от этого не очень хорошо, вам уже это неприятно. И, соответственно, мне кажется, что лучше в том, что вы можете сделать, это просто признать, что вот есть некоторые чувства, которые вы испытываете, когда такие моменты и такие истории происходят. Я думаю, это будет самым лучшим решением, если вы признаете, что как-то на это реагируете. Вот. И, соответственно, уже посмотрите на то, как вас это, к примеру, задевает, как вас это, к примеру, напрягает. Вот. И какие вот это вызывает соответственно чувства. Вот. И старайтесь эти чувства выразить как раз-таки коллеги. Вот. Вероятно, в таком случае вам будет гораздо лучше, чем сейчас. Дело в том, что, как правило, сплетни, сплетни возникают тогда и только тогда. Когда у людей есть, ну, с одной стороны, свободное время, с другой стороны, недостаток информации о вас, а с третьей стороны, это когда у человека, ну, есть, так скажем, некоторый элемент конкуренции. Вот. То есть, ну, с вами, условно говоря, пытаются конкурировать. Таким образом. Чтобы, ну, чтобы, ну, вот, чтобы вас как-то принизить, да, и, соответственно, чтобы с вами было легче конкурировать. Вот. Другой вопрос, как мне кажется, в том, что вы с этим собираетесь делать. Другой вопрос, как вы с этим, ну, собираетесь обращаться. Вот. Вот. И то, что вы спрашиваете нас сейчас о том, как реагировать, говорит, и говорит о том, что как реагировать вы не знаете. Вот. И соответственно, на мой взгляд, вот то, на что бы я обратил ваше внимание, это как раз на то, чтобы вы попытались бы посмотреть, что вам мешает. Вам реагировать. Например, так как вам хотелось бы, так как вам хочется реагировать. Вот. И от этого уже отталкиваться не от того, как реагировать просто вы у нас. Вот. Потому что по той простой причине, что вы непосредственно с этим человеком общаетесь, вы знаете, что это за... Ну, вы знаете, что это за человек. Вот. Я думаю, что вам было бы существенно проще для себя выбрать наиболее оптимальную модель реагирования. Но до сих пор, пока вы сами в этом не разберетесь и не увидите, как вам реагировать, вряд ли человек со стороны, например, психолог вам поможет. А если для вас важно мнение других людей, то здесь тоже, на мой взгляд, на мой взгляд, многое зависит от того, хотите ли вы это менять. Ну, то есть, хотите ли вы изменить то, чтобы мнение других людей для вас, для вас, ну вот, так важно, например. Потому что, если хотите, если хотите, то это, в принципе, реально изменить. Вот. Если вы этого хотите. А если вы не хотите, если вы считаете, что мнение других людей важно, и что, ну, например, да, 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 что это самое главное, например, в вашей, допустим, жизни. Вот. То вам в таком случае, мне кажется, остается только смотреть на, как бы, результаты своего выбора. Вот. И все. То есть, ваш вопрос, он, как мне кажется, поставлен не совсем корректно. Потому что, потому что, ну, потому что, получается, что вы нам, как бы, как бы, уверяете выход из этой ситуации. А мы в эту ситуацию не попадали, и, соответственно, выходить из нее тоже не нам, но вам. И мы можем помочь вам из этой ситуации выйти. Мы можем помочь вам больше в такие ситуации, может быть, не попадать. Вообще. Ну, аааа. Для этого нам нужно больше информации, для этого нужно более подробно разбираться в том, какой вы, какой вы человек, как вы устраиваете отношения и так далее. И вот тогда уже можно будет о чем-то говорить. Ааа. Сейчас, ну, вот, пока что, на данный, данный момент, мне кажется, что такой информации у нас нет. И, соответственно, вряд ли мы можем здесь вам дать какую-то исчерпывающую информацию. А какую бы мы информацию вам не дали, вряд ли она будет вас устраиваться и удовлетворять. Потому что, ну, всегда вы можете сказать, что, например, что вот, там, грубо говоря, ну, что это не совсем моя ситуация. Да, всегда можете сказать, что на самом деле ситуация другая, на самом деле все не так и вам не подходит. Вот то, что, ну, там, например, мы предлагаем, да, допустим. Вот, это абсолютно нормально, как мне кажется, абсолютно нормальная реакция, вот, ну, подобная. Я думаю, что вам имело бы смысл, вот, немножечко, ну, пересмотреть свой вопрос, да. Вот, добавить немного больше своей активности, своей ответственности, например, почему у человека вообще появилась такая возможность. Я имею в виду так с вами обращаться и так себя вести с вами. Вот, и я думаю, что здесь вы вполне сможете увидеть те причины и те основания, как вы в этой ситуации оказались. Вот, это не сказать, что, ну, будет приятно, вот, скорее всего, это будет неприятно, потому что, вероятнее всего, это будет, ну, разрушать. Некоторые ваши представления о себе и будет показывать вам, что на самом деле вы несколько другая, нежели чем вы о себе думали. Ну, подобное, как правило, очень важно, если мы говорим о, например, о конкретных изменениях. Вот, если мы говорим о том, что, ну, допустим, что человек хочет менять. Вот, как-то, наверное, так я бы ответил на вопрос, на ваш. То есть, с точки зрения вот психологии, с точки зрения психотерапии, как я это вижу, а, ну, это вот, наверное, наверное, какая-то такая история больше, ну, в большей степени. Вот, с точки зрения психотерапии, именно с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения, ну, с вашей точки зрения я, по данным делам, понятное дело, не знаю, потому что здесь нужно, мне кажется, смотреть, вот, смотреть, потому что всегда есть нюансы, всегда есть какие-то особенности, вот. Как-то так, я думаю, можно вам сейчас ответить на вопрос, я надеюсь, что это было полезно, правда, надеюсь? Вот, надеюсь, что какую-то, ну, обратную связь вы постараетесь предоставить, потому что там, это было бы очень полезно вам для начала своей работы над собой, вот, если вы в ней, в работе над собой, заинтересованы, вот, я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго, хочу пожелать вам решения ваших проблем, и обращайтесь за помощь, если понадобится, не затягивайте с этим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...